В Приморье дознавателем межмуниципального отдела МВД России Дальнегорский возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные добычи и оборот особо ценных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Установлено, что 56-летний приморец хранил по месту жительства незаконно выловленную рыбу, относящуюся к семейству лососевых. Экспертиза установила, что изъятое является сахалинским тайменем, который занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также Красную книгу Международного союза охраны природы. Экологический ущерб превысил 40 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет и крупного денежного штрафа. Пакт браконьерства выявлен также в Хасанском районе Приморского края. Доснователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста и на миграционных путях к ним. Фигурант уголовного дела, используя запрещенное орудие лова, якорь-кошку, осуществил вылов рыб лососевых пород на реке Барабашевка. Подозреваемый дал признательные показания, добровольно, в полном объеме возместил ущерб, причиненный экосистеме, но это не освободило его от уголовной ответственности за браконьерство. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме таких варварских орудий лова, как якоря-кошки, браконьеры уличены в использовании сетей. Так, в Кавалеровском районе Приморья 43-летний житель села Суворово при помощи ставной сети осуществил незаконный вылов 23 особей семей в районе реки Зеркальная. Правонарушителя задержали сотрудники полиции. Решением суда фигурант уголовного дела возбуждено по статье. Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Незаконную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю. Членами межведомственных оперативных групп проведены 462 рейдовых мероприятия, по результатам которых возбуждены 77 уголовных дел о незаконной добыче и обороте водных биологических ресурсов. 95 браконьеров привлечены к административной ответственности. В отношении браконьеров составлено 95 протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн рыбы лососевых пород, около 800 килограмм икры и более 227 килограмм краба. 106 орудий лова, 116 рыболовных сетей и 11 лодок. Полиция напоминает, что браконьеров могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. За незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность от штрафа в размере до 500 тысяч рублей. До лишения свободы на срок до двух лет. Проживаете? Село Киевка. Что здесь сегодня делали? Ловил рыбу. Где сейчас находитесь? Устье реки Киевка. На что ловили? Сеть. Вам известно, что сеть является запрещенным орудия лова? Да. Что в море, что в устьях, что в реке. Знаете о том, что сейчас запрет на выловь рыбы? Да. Сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему проводят профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений со стороны водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе рейдовых мероприятий полицейские проводили с участниками дорожного движения профилактические беседы, вручали тематические памятки, в том числе по профилактике мошенничества. В результате рейдов три любителя пьяной езды отстранены от управления транспортными средствами. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Патрулируя на маршруте в районе улицы Кирова, экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на водителя мопеда марки «Хонда», который передвигался с нарушением правил дорожного движения. На требовании остановиться водитель не подчинился и попытался скрыться. В районе улицы Фрунзе водитель мопеда, нарушив правила дорожного движения, столкновение совершил с патрульной автомашиной. Водитель двухколесного транспортного средства был доставлен в отдел полиции для разбирательства. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Полицейские установили, что гражданин управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. В текущем году он дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении Артемовца составлено 7 административных протоколов, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом подвергнутым административному наказанию». Рейдовые мероприятия будут продолжены. Редактор субтитров А.Семкин